Экологи взяли на анализ воду из Мельчанских водоема. Кожный четвертый автомобиль, злик у спыняных для проверки, не прайшоу дзярште хахлят. Дезная стекла под левую бабулю на одну годину. Незвычайную послугу пропанують у Гомелі. А зараз об гэтым и іншым больше подрабязна. У водоеме на узкрайку Гомеля вода не чекана набыла зеленый колер. Такая информация з'явилась и у одной из популярных социальных сеток и вызвала бурное обмерковання. На место выехали специалисты областного комитета природных ресурсов и оховы новокольного сяродзя. Яке узяли необходные пробы воды. Першими выниками потекавился Олег Синцерову. Так званая Мельчанская канава природным водоемом не заявляется уже около 4-10 годів. Зараз и официальная назва – технологичный водоем. Головная задача – прием стекловых вод, яке потом накеровывается на очистное сбудование. Экологи переконаны, разговор об отручевании водоема не идти. Подчас проверки на это сразу звернули увагу. Корыстные рыбы тут нема давно, а линейки дробные виды живут. При обследовании группы, созданной в комитете данного участка водотока, Мельчанской канавы, нами были обнаружены стайки молодей рыб. Они не подавали признаков какого-то отравления, либо чувствовали себя хорошо. Поэтому можно судить о том, что и признаков погибшей рыбы обнаружено не было. Как правило, в такой период, в холодный, эти признаки имеют место довольно длительное время. И даже в порядке течения месяца можно определять, был ли замор рыбы или нет. В данном случае однозначно не было. Зараз экологи разглядають некаких вариантов, як вода набала зеленый колер. По-перше, сюди трапляють ливневые стеки за двух районів Гомеля. Не выключено, что выник у таяння снегу у минулой выходные. З городских вулиц смыло некие речевы. При этом размову не идти об химичных формовальниках. Их речки были обовязково бачные. На территории Гомеля имеется 15 выпусков ливневых сточных вод от каждого района. Вот данный выпуск в Мельчанскую канаву – это территория Советского железнодорожного района. Почас выезду на место экологи взяли пробы воды из Мельчанской канавы. Правда, выники проверки будут свядомы не ранее, чем простый день, бо меркуется провести поширенное доследование. Сегодня стековые воды у этого водоема могут официально скидывать некаких предприемств, а не обовязково только после очистки проведены непосредственно на вытворчестве. Разом с этим экологи не выключают верогодность и порушения этого потребования. Когда отримается, в вынику проверки можно будет вызначить докладные соли металлов, которые трапили в канаву, и по их удокладнице предприемства, где такие металлы выкористовываются. Спектр предприятий достаточно высок, но теоретически можно сузить этот по специфическим веществам, можно сузить круг предприятий, которые потенциально могут оказать данное воздействие на эти вот сточные воды. Олег Сентяров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Пратягиваем выпуск. Пад час сумесного профилактичного мероприемства «Белтехагляду» и «ДАИ» в Гомельской области до отказности за отсутности держтехагляду прытягнута маль 2000 водителев. Гэта кожный четвертый от усих, хто проходил проверку. По ее выника складено 50 администрационных протоколов у дачыненне дослужбовых особ, які допустили до удделу у дорожным руху автомобили без техагляду. По словах супрацовников «ДАИ», звычайно, порушальников можно выявить и без проверки документов. Их автомобили мают нелепший внешний выгляд и видовочные прикметы несправности. Сами автомобилисты признаются, что халоная причина, по якой яныне проходят техничный огляд – отсутность сродков. Однако гэта не з'являются подставой для их удделу у дорожным руху. Техничная несправность автомобиля може привести до трагичного заходу. Госавтоинспекция напоминает, что за эксплуатацию дорожного движения, транспортного средства, которое не прошло гостехосмотра, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения, либо штраф от 1 до 3 базовой величины. За такое же нарушение, совершенное повторно в течение года, штраф от 2 до 5 базовых величин. Должностных лиц ожидает штраф в размере от 2 до 6 базовых величин. Незвычайную послугу под назвой «Бабуля на гадзину» пропануя Новобелецкий центр социального обслуговывания насельництва. Скористаться еею могут семьи с маленькими детьми, у першую чергу шмадетные, неполные и те, які опынулись у тяжкой житевой ситуации. «Бабуля на гадзину» зможа забрать дитя садкати школы, зарабить ему уроки або приготовать обед, пакуль батьки на праце. Причим усе гэта бесплатна. У роли часовых выховальниц, пенсионеры, задзяления для громадзян пожилого взросту. Куды можно звертаться с заклопатливыми бабулями, подрабязный сюжет глядзите у нашим вечерним выпуску. Сегодня у вечера размова у студии программы «Добрый вечер». Гомель пойдет про самую важную падзею у кожной семьи – на родженні дитяті. Глядачы змогуть доведацца, колькі дятей з'явілася на свет ў гэтым годзе, якія паслуги оказывая обласны раддом і як за опошній час змініліся падыходы датяжарності і вядзенні родаў. У другой часы программы глядачо чыкае знайомства з адзіным в області «Ньюборн» фотографам. Глядзіцца «Добрый вечер, Гомель» сёня у 19.30 на телеканалі «Беларусь 4». У Гомельской бібліотецу номар 8 проходзіць новогоднія выстава «Кудесніца». Тут проставліны работы аднайменной майстерні, декоративно-прикладной творчасті, якая працює на базі Палацца культуры чыгуночнікаў. Гэта карціны, вышытыя традиційным крыжакам, бісірам, а таксама атласными стушками. Напереды дні свята осабліва актуальныя вязаная кручком цацкі і самаробныя упрыгожванні для ёлкі. Майстерня декоративно-прикладной творчасті «Кудесніца» працює ў Гомельі три гады. Удзельніці творчых аб'яднанні прымаюць актывны ўдзел ў розных фістывалях і выставах. Яны демонструюць свої унікальныя уменні публіцы і дзелят саведамі з усімі жадаючымі пачас майстер-класаў. Эта выставка ў нас прадліцца до Рождества, по седьмое января 2017 года. Пользуясь случаем, хачу пригласіць всіх посітіць і пасматріць на эту красоту, паучіць удавольствіе, патаму што іміна красота спасёт мир і мы далжны стреміцца к этому. Ёлка жаданню – выканная мары. У Гомелі проходзіць традиційная добрачынная акція. Ёе організаторы – гомельскі прадпрымальнікі і студэнты Медыцинськага універсітэта. Збор падарункав організаваны ў Гандлёвым центры «Сакрет». Тут усталявана ёлка з записками, ў якіх деці написалі свае жаданні. Усяго іх каля 150-ти. Запіскі належать выхаванцам дома децяті, обласного і районного центраў коррекційно развіваючага навучання і реабілітація. Гэта деці-сіроты – многі з асаблівастями психофізічнага развіцця. Тут таксама ёсць запискі ў патрымку маленьких пацієнтаў обласной децячай клинічной бальніцы, ад яких адмовіліся батькі. Им патрэбныя памперсы, шампунь, децячай крэм і інші рэчы. Прымерыць на сябі ролю Дзіда Мороза і выканаць децячай жаданні можа кожны. Акція пратягніцца да пачатку студзеня. І а в спорці. У 14-ым туры чемпіонату Беларусі паміні футболі гомірська каманда БЧ на сваім полі прымала дзевчага чемпіона Ліцельмаш. Не прайшло і хвіліны, як гості вышлі наперад. Стартовы натиск Ліцельмаша прынёс плён. Галявы удар на свой рахунак записаў Дзмітрай Іванов. Прас 15 хвілін БЧ отрымала права на штрафны удар. Віктор Волкаў прабіў бездакорна. Одзін-адзін. Правда, меж за 2 хвіліны спатрэбілася Ліцельмашу, каб знову вэзці наперад. Зі Дзелашвілі п'яткай замкнуў перадачу партнёра. Чыгуношнікі прыкладвали ўсе намаганні, каб зравняць лік. Аднака трымалася надворот. Зі Дзелашвілі паразіў пустыя вароты господароў. Войнякова лік 3-1 на корысть Ліцельмаша. Хороша ўра була с обеў сторон. И по движению, и по моментам голевым. Ну, я считаю, наверное, всё-таки мы победы больше заслужили, потому что моментов мы создали побольше. Я хочу ребят поблагодарить за то, что они... Ту задачу, которую мы стали, я имею в виду план игры на сегодня. Мы, может быть, сыграли сегодня там несвойственный себе футбол, не такой активный, как мы играем всегда. Ну, где-то надо, наверное, уже и очки набирать, потому что мы много очков потратили, и нас критикуют, что мы не выиграем. Ну, может, не столь зрелищно, но зато три очка. Несмотря на проблемы кадровые в составе, наигрывали, готовились к сопернику. Ну, немножко не вошёл план, и быстрый гол. Он никогда уходить не может. Ну, благо, потом забили. 1-1. В принципе, чуть-чуть опаснее, возможно, чуть острее сыграла Ліцельмаш в первом тайме. Ну, у нас было пару моментов. После перерыва они перестроились, понятно, играли по счёту. Вот. Мы своё не реализовали. И так получилось, что пятером мы не забили. На жаль, не смогли набрать очков у 14-м Тури и другие представители Гомельской области. ВРЗ соступил в столице. Агрокомбинат Паудньовы – Мапиду, АЦКК – Аматору. Гэте, а так сама иншая новины, вы можете знайсти на нашым сайте у интернеті. Па адресе www.tvrgomil.by. И на гэтым выпуск завершенный. У студы працывала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жадаем вам доброго дня. До новых сустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин